Шара, я уже о ней писал раньше, хотел бы сегодня еще об этом сказать. Очень часто люди пользуются вот такой шарой. Когда-то я ехал в Египте на автомобиле, у меня была там машина, ее брал в аренду, находился в Сахал-Хашише, и две знакомые женщины, которые там отдыхали, говорят, Андрей Андреевич, можете нас подвезти в торговый центр и обратно? Я говорю, да, конечно, у меня есть время, могу вас отвезти. После этого я их отвез, привез, и когда их выгрузил, они ушли, и мне говорят спасибо. Но извините меня, какое спасибо? Я заправил свой бензин, они для меня чужие, я этих людей не знаю, они забрали у меня время, после этого я их свозил, после этого привез, и после этого они мне сказали спасибо. Таким образом, люди, которые живут так, я знаю, почему они это сделали, это называется в народе на дурочку с канала, то есть она сделала так или там представила, там можно на шару прокатить и все. Вот этот элемент в жизни людьми обычно не воспринимается. И после этого, вы представляете, я вот обращаю внимание, в моей жизни было много таких людей. Одна из самых интересных историй, это была история с батюшкой. В Новомосковске, Днепропетровской области, у меня был очень интересный знакомый, батюшка Михаил, по-моему, или Борис, я уже, Михаил, да. И он начал строить церковь, и после этого, когда он церковь делал, то он там с людьми рассчитывался-рассчитывался, а потом не рассчитывался, а потом вновь рассчитывался. И получилось так, что у людей, которые на него работают, за год он заплатил не 12 заработных плат, а 8. Ну, как-то пропускал, люди там у него жили, он там работали и так далее, и там на службы ходили и так далее. И потом он там, они говорят, ну а остальное, он говорит, ну а какое остальное, это же все во благо Бога. Давайте там, спасибо вам большое, я вас покрещу, там, если хотите, там, за вас почитаю, ведь это духовность, это вам хорошо зачтется. Ну и все как-то так, знаете, согласились. Один мужчина там сопротивлялся, его Виталик звали, и говорил все время, да мне не нужно, я хочу денег, мне надо семью кормить. И он говорит, ну хорошо, Виталик, давай тогда тебе не все отдам, а отдам половину. И после этого так вот все делал. То есть там, что бы ему ни сделают, там люди придут, он говорит, сделайте для меня вот это. Они там покрасят, побелят, уберут. И он, а спасибо, и уходит. И вот так хамылем, как я это называю, построил себе церковь. После этого там вел службы, у него жена там была, у них появился ребенок. Эта девочка выросла, ее звали Марина. И после этого эта девочка разбилась на машине насмерть. Скажите, почему? За все, все сделанное на шару придется заплатить. Это все капелька к капельке, оно все накапливается в жизни человека, и за все человек должен будет заплатить. Вы представляете, именно так это все устроено. И все накапливающиеся по чуть-чуть, когда та ладно, там не заметят, та ладно, проехалось просто так, та ладно, там вот это все, но потом накопится, и потом заберет по стоимости жизни. То есть когда стоимость шары будет превышать стоимость жизни человека, и не дай бог этот человек будете вы или ваш близкий, то отберут самое близкое. Почему самое близкое, а не деньги? Я могу сказать, если для человека дороги очень деньги, он над ними трусятся, то у него их не заберут. А если он больше любит деньги, чем своего ребенка, то заберут ребенка. Почему? Долг платежом красен. В мире этом, в эзотерическом, есть такое понятие, долги отдаются. Учитель, можно ли игнорировать людей, если они сделали много пакостей на работе, например? Да, такая история, она честная. У меня были два партнера, это муж и жена, мы вместе с ними работали. Когда мы вместе с ними работали, мы договорились на определенную сумму денег. Когда мы эту работу выполнили, они эту определенную сумму денег мне не выплатили. При этом они не только не выплатили, а когда я сказал, что нужно бы мне это выплачивать, они сказали, ты подожди, потом рассчитаемся. Прошло 3 или 4 месяца, когда я понял, что со мной никто рассчитываться не будет, я прекратил с ними взаимоотношения. Я не забирал, ничего не требовал. Почему? Я знаю, как эзотерик, что если не забирать, то мое заработанное мной вернется многократно мне, другими способами, но у них убавится. Итог такой. Я эти деньги заработал быстро, на протяжении двух лет или трех лет и даже больше. Они смогли построить мне бизнес, а потом приехали ко мне эти друзья, и когда мы один из них, муж ее, и мы сидели в ресторане, он говорит мне следующие слова, я очень сильно попал на деньги. Я говорю, на какую сумму? И он мне произносит сумму, точь в точь ту сумму, которую он мне в свое время задолжал. Я говорю, а ты мне вообще должен, ты в курсе? Он говорит, а это же давно забыто. Я говорю, да, очень большая сумма, чтобы давно забыто. Он говорит, ну как-то там, ну говорит, как решать, ты же там по магии и так далее, может как-то там сойдемся. Я говорю, нет, мне не интересно с тобой общаться. У меня есть принцип жизни, если человек меня обманывает или обманул один раз, мне не интересно с ним общаться дальше. Почему? У меня есть принцип, я о нем часто говорю у себя на ступенях. Я тотально игнорирую зло. Люди иногда пишут у меня в YouTube, почему нет плохих отзывов, почему нет плохих отзывов. Я их удаляю. Нет ни плохих отзывов, ни плохих комментариев. Только человек пишет, это дуйко, хуйко там или еще что-то. Тут же я блокирую этого человека, его дальше не будет. Он мне не нужен. Почему? Зачем мне люди несчастные, страдающие, и зачем мне люди, которые меня не уважают, если я могу жить с людьми, которые меня уважают и которые идут за мной. Тотально игнорирую зло. Мне так легче. У меня такое в жизни было очень давно, лет, наверное, 20 назад. Я тогда начал принимать людей и вот попался ко мне человек, который, ну, выматывает меня и с утра до ночи звонит и так далее. Я потом ему говорю, я не хочу, мне не надо, ни ваши деньги, ничего, я не буду вас принимать, уходите. И после этого понял, что на одного человека, который мне платил немного и который был очень сложный, я тратил больше времени, чем я в это время мог принять совершенно нормальных людей. И с тех пор я понял, что я могу быть более нужным и могу более быть эффективным в случае, если я буду принимать, допустим, людей нормальных и не буду браться за людей там ненормальных или озлобленных и так далее. В эзотерике есть принцип уважения. Этот принцип уважения звучит так. Если вот человек говорит мне, допустим, Андрей Андреевич, я там занимаюсь школой, у меня ничего не получилось, он не знаком, а я, скорее всего, буду в новых своих ступенях говорить об этом, он, скорее всего, не знаком с принципом эзотерического уважения. Если человек хочет, чтобы ему помогали мои мантры, если человек хочет, чтобы ему помогала моя школа, если человек хочет, чтобы я ему персонально помогал как-либо, то человек перед началом должен создать условия или чувства, при которых он максимально со всей силы внутренней начинает уважать того человека, который является его учителем. Это создает поток. Смотрите, уважение – это когда человек принимает, а в случае, если принимает, то просьба Андрея Андреевича помоги или там мантры, которые Дуйко дал, то они начинают влиять на него, потому что он открывает поток. Открытие этого потока происходит через элемент тотального уважения, который не нужно писать. Андрея Андреевича мы уважаем, да ему все равно. У него все хорошо в жизни. Он магией занимается давно. Он ум, Он помнит.